Доброго времени суток, уважаемые подписчики, мимо проходящие гости моего канала и так случайно увидевшие видео об обзоре водки. Если кто не знает, я обозреваю на своем канале водочку. Я часто путешествую по любым частям мира, очень часто, и беру с собой ту или иную водку. В основном русский продукт использую. Сейчас я нахожусь на побережье красивейшего города Марморес, если кто не знает, это одно из жемчужин Игейского моря в Турции. И хочу я обозреть водочку под названием органика Тайгер Спецал. Почему я решил обозреть эту водку? Часто захожу в Детефлю, ребята, и смотрю разный алкоголь. И постоянно вижу там эту водку органика в разных вариациях, в золотой бутылке, еще какой-то. И прямо меня заинтересовало, и прямо захотелось все попробовать. Потом раз случайно в красном и белом, ее вижу по акции в районе 500 рублей, думаю, надо взять, прямо заинтересовало. Что могу сказать по этой водочке? Тут красуется у нас медаль такая золотая, что это водка якобы, ну, скорее всего, не якобы, а победитель какого-то конкурса алкогольного в 2019 году. Это очень даже интересно. Ну, такая интересная премиальная бутылочка. Что тут мы видим? Мы видим голову тигра, я так понимаю. Ну, в общем, Сибири, Натуре, все такое. Ну, давайте кратко о составе и рекламную там прочитаем, что тут. Водка органика, приготовленная на основе природной питьевой воды озера Байкал. 100% зернового спирта альфа и экстракта сибирской лиственницы. Водка органика вносит в свой класс сохранения популяции амурских тигров, одного из самых редких красивых животных на нашей планете. Ну, в общем, ребят, заинтересовала эта бутылка, решил ее попробовать. Дютифри она на каждом шагу, и в Турции встречается. В коротком составе, ну, я думаю, про состав я сейчас выпью рюмочку и вам зачитаю. Сегодня мы взяли чуть-чуть закусочки, хотя жарко очень. Тут у нас сейчас погода больше 35 градусов, жара. Ну, закусить надо, так как мы пробуем и закусочный вариант тоже. Как видите, этикетка закрыта, все открывают без вас, у меня даже ножичка нет никакого. Вот такой вот язычок. Вот так вскрывается все. Так, вот такая вот пробочка. Чисто водка не дютифришная, в красном и белом покупалась. Ну, тут все как бы идеально. Супер, ребят, что нет дозатора, вы видите, это самое главное. Когда нет дозатора, я считаю, это супер. Ну что, пробуем, как обычно. Вот такой маленький стаканчик я взял. Либо тут большего размера, либо вообще непонятные какие-то. Ну, попробуем, как раз нам самое то для обзора. Давайте пробуем первую рюмочку без закуски, проверим. Вот, смотрите, наливаем целую рюмочку и проверяем нашу водочку. Ребят, сразу подчеркну, все водки, повторяюсь, десятый раз. У меня, я не пью ни одну охлажденную холодную водку. Она теплая, обычной температуре. Не горячая, она просто комнатной температуре стояла в темном месте, и все, не более того. Соответственно, сейчас мы понюхаем, как она пахнет. Пахнет прямо, вот знаете, что-то мне похоже, близко к водке столичной, что-то такого. Ну, в общем, такое, как-то классическое. Давайте на вкус проверим, как без закуски первую рюмочку. Ребят, я думаю, эта водка стоит 500 рублей по праву, хоть она со скидкой. Пьется обалденно, скажу вам, при учете, что сейчас 30 с лишним градусов жары, вы видите, я в одной майке, потому что я просто вспотею, если я одену что-то еще. Водка теплая абсолютно, пьется просто, ребят. Я много ее смотрел на нее, но все, не решался купить. Думал, знаете, 500 рублей за какую-то неизвестную, непонятную водку. Непонятную, ну, как бы не хотелось отдавать. Потом ее увидел несколько раз в Дютифри, заинтересовался. Ну, давайте коротко составим. Пока, сразу скажу вам, по варианту без закуски идет прям нурат. Я думаю, это пока что-то лучшее из того, что я пил. Так, читаем. Состав. Вода питьевая исправленная, спирт этиловый из пищевого сырья Альфа. Ну, кто бы мог подумать, какой тут люксом и не пахнет, я по ощущениям. Вода природная, питьевая, легенда Байкала. Мед натуральный, сибирский, здравник. Настой спиртованный, свежих яблок. Пищевая добавка, антиокислитель, какой-то там все такое. Так, и давайте прочитаем, где эту нашу водочку производят, на каком заводе, да? Страна происхождения, производитель России, общество с ограниченной ответственностью, Ярославский ликерово-лодочный завод. Вот это да, ребят. Я обозревал, уже сталкивался с продукцией Ярославского ликерово-лодочного завода. Вы у меня на канале увидите эту бутылочку. У нее она тогда заинтересовала. Ну вот, опять же, откуда в Ярославле вода с Байкала, тоже вопрос, да? Ну пьется она, ребят, обалденно. Давайте попробуем одну рюмочку под закусочку. Это у меня тут швепс-битер-лимон, это так, чтобы рецепторы, если что. Ну, попробуем под огуречек. Ребят, за ваше здоровье, спасибо, что смотрите. Поехали. Как закусочный вариант под нашу речку. Жалко, солюшки не хватает, но ничего страшного. Ребят, скажу вам честно, водка прямо огонь. Попробуем плавленый сырочек. Вот у Турции очень вкусные сыры, даже плавленые. В общем, что я хочу сказать. Баллов 9 она тянет из 10. Потому что 10 это, ну, как бы вау вообще, да? Ну, я думаю, раз вот эта медалька золотая на ней есть, можно углубиться, почитать в Википедии где-нибудь, не знаю. Ну, водка супер. Смотрите, ребят, какая красота. Я сейчас сижу на берегу моря, яхты стоят. Вот такая красота. Смотрите, природа какая, ребят. Это просто сказка. Я очень много путешествую. У меня есть свое турагентство, я летаю часто. И всегда с собой беру водку именно из наших магазинов. Стараюсь дьютифри не брать. Понятно, что можно дьютифри. В скором времени будет обзор. Ну, стараюсь все вести. Соответственно, любая бутылочка, которая попадает на побережье того или иного моря, она привезенная со мной из России. Соответственно, попутешествовал вместе со мной. Ну, теперь хочу попробовать ее еще разочек. Потому что водка интересная мне зашла. Прям захотелось. Холодненького. Почему хочу выпить холодненькое этого лимонадика? Потому что она теплая. Хочется просто рецепты рассвежить. То с холодного лимонада хочется. Ой, огонь, ребятки. Ну, давайте еще третью, короче, третью водочку. Рюмочку. За все это дело. Пробуем. И посмотрим. Как говорится, Бог любит Троицу. Третью водочку. Третью рюмочку. Видите, полная рюмка. В общем, за красоту, ребят, за эту. Чтобы вы также имели возможность, также путешествовали. Привозите наши напитки. Не надо нам чужие, наземные, турецкие всякие. Мы и свои будем пить. Ну, давайте. Водка супер. Мне зашла. Честно говорю, пробую первый раз. Я все водки стараюсь делать так, которые пробовал первый раз, либо пробовал очень давно. Потому что обзор был непредвзятый. Все, ребят, за ваше здоровье. Ну, поехали по третьей. Я думаю, помидорка мне зайдет сейчас с колбаской, с оливочкой. Прямо к тему. Колбаска турецкая, оливочка турецкая. Ну, я думаю, помидорка. Ребята, вы знаете, идет прямо супер, что прямо захотелось еще о ней поговорить об этой водке. Ну, я ценю ваше время. Я бы с удовольствием сейчас бы ее с вами наполовину бы опустошил. Но я думаю, сегодня за ужином я это сделаю. Еще раз покажу вам вот оригинальный дизайн бутылочки. Очень красивая бутылка. Выглядит дорого-богато, скажем так. Если вы видите на полках, я ее только встречал в красном-белом. Больше нигде. Ни пятерочки, ни магнити. Я эту водку не видел. Ну, и, соответственно, в Дюти Пре. Давайте еще одну. И будем заканчивать. И я сейчас вам траться по обычаю, как обычно, покажу вам красоту одним кадром. Поехали. Водка супер, 9 баллов, твердая. Теплая водка заходит. Я не знаю, блин. Я прямо удивлен. В ближайшем будущем я сейчас буду, завтра, думаю, здесь протестирую. Я купил Дюти Фри. Водки еще разные, импортные. Вот их покажу и сравним. Ну, за вас, ребят. Помидорка. Спасибо, что смотрите. Да, вроде 500 рублей чуть-чуть дороговато. Со скидкой тем более. Но она стоит этих денег. Если вы идете в застолье с друзьями, лучше купить это, не ездить. А сейчас, по традиции, я одним кадром, ребят, покажу вам морюшко. Красивое, чтобы вы видели. Вот смотрите. Вот такая вот косота. Яхты. Пирс. Вот какая чудесная природа. В городе Мармарис. Недавно тут были пожары, неделю назад. Но сейчас все супер, все обалденно. Все потушили, МЧС работает отлично. Вот такая вот яхта. Вот такая вот косатись, ребят. Прямо, что могу сказать, сказка, да и только. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду вас радовать новыми видео. До скорой встречи. Пока. Увидимся скоро на обзоре водки. Еще здесь. Завтра я сниму обзор. Пока-пока.